Виражи на предельной скорости в небе. На полигоне огневая мощь современных модификаций танков и бронемашин. Танки, вертолеты, самолеты, ракетные комплексы – все то, что обеспечивает безопасность в воздухе, воде и на земле. Форум «Армия» повышает свою же планку. В этом году на выставке в парке «Патриот» рекордное количество экспозиций. По традиции, этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов. Служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества. И, конечно, содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран. Участники выставки налаживают взаимовыгодные контакты среди экспонентов и предприятий республики. Наши организации выставлены здесь, на этой выставке достойно. Они, выполняя государственный заказ по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации, по выпуску товаров оборонно-промышленного комплекса, работают ответственно, выигрывают конкурсы и получают государственный заказ на миллиарды рублей. Ежегодно цифры, конечно, не меняются, где-то есть падение, но где-то по новым инновационным продуктам есть в динамике позитив. Есть партнерские отношения, где-то комплектующие производят, между собой договариваются, подключая малый и средний бизнес, это тоже очень важно. Ну и важно было для нас еще то, что наша продукция, которая производится, она востребована, потому что выставка предназначена для того, чтобы на взаимогонной основе дальше работать, двигаться. На нужды Минобороны сейчас работают более 20 предприятий региона. Этот мобильный комплекс произведен на Шумерлинском заводе. В кузове оборудован оперативный штаб. Это нужно. Оперативная связь здесь, все есть. Команду можно давать, используя информационные технологии. Здесь все предусмотрено. Пытоки, био тоже есть, да? Да, есть в другом контейнере, есть рабочее место тоже руководителя, там стол, душ, туалет, все там предусмотрено, трансформировано. Кровать, диван трансформируется. Просто появляется? Да, это часть командного пункта, мы его регулярно поставляем. А возможности этого мобильного пищеблока испытывали прямо на форуме. Здесь гостей угощали солдатской кашей. Спрос на такие комплексы повышается. И они сейчас вышли на китайский рынок, первые контракты заключили, сам предприниматель. Оборудование, мы же итальянские, все зарубежные, это уже тем не менее протозамещение. И то, что на сегодняшний день на разных мероприятиях, с этой машиной мы, там, культурно-массовные мероприятия есть. И полевой кухня, как там, на колесах, значит. Машина приезжает, пожалуйста, удобно. Из Чувашии воинские части поставляют и спортивные комплексы. Вот армия России. Вот снять надо здесь. Ну а как без вас, бля. Без вас солдат будет хилый. Для защиты морских рубежей в республике выпускают комплексы радиоэлектронной борьбы и щиты-автоматы. Противодиверсионный катер. Вот это главный распределительный щит. После выставки он встает на катер. На нем щиты автоматического выключателя ВА-16 полностью отечественной разработки. Я вам обещал, Михаил Васильевич, Сыровов сдержал. На флот, на боевой, идут щиты с нашими автоматическими выключателями. Единственное предприятие в России, которое это может делать, оно располагается в Чувашии, в городе Чебоксан. Вот это как бы есть. То, что касается беспилотия и авиационной техники, как раз вот это было. Это вот цифровые электронные адаптивные решетки в условиях радиоэлектронной борьбы позволяют эксклюзивно работать любой технике. На стендах заводов республики и техника для авиации. А это у нас пробная проверка поставить на каштанские самолеты. Это суперджет. Значит, в принципе, интерес проявлен к этим. Но надо пробивать. По-другому не может быть. По-другому не может быть, да. В принципе, вот хотим завоевать еще и. Комплектация здесь в основном отечественная. Значит, процентов 30 от покупной комплектации. Мы гордимся вашими результатами, успехами. 4 тысячи человек в целом работают. Проблемы не создавали. И самое главное, заказы, качества. Вы говорите, руководство республики. Цена и качество. Значит, когда руководство республики и завод одно целое, ну это хорошо. Оборонный комплекс страны нуждается и в надежном текстиле. На этом заводе производят ленты для автоматов, стропы для парашютов и ремни для машин. В доле наших заказов, доля ГОЗов, гособоронзаказов составляет около 50%. В прошлом году мы выпустили широкую линейку камуфляжных лент, которые обладают определенными специальными свойствами. Это ленты икоремиссионные. То есть в прицелах ночного видения они разлагаются на пиксели и значительно увеличивают защитные свойства камуфляжной, ну экипировки боевой вообще. И вот неизменной нашей продукцией является хлопковый лент, который как раз для автоматных ремней и используется. На выставке презентовали и экипировку для военных. Немалая доля заказов поступает в Чебоксары на завод ХСН. Здесь ассортимент, да? Ну я смотрю, не есть ассортимент. Здесь мы вообще специализированы под выставку. Да, непосредственно. Солдат и офицеров, да, в принципе, значит? То есть наши рюкзаки, обувь, амуниция. То, что мы можем предоставить нашей достойной армии и военитированным структурам. А это 3D-цеха одного из заводов. Так, теперь вы можете поворачиваться вокруг себя, осматривать. Уже, 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 уже коридор, уже на природе. Да. В принципе, здесь достаточно свободно можно перемещаться. Модуль виртуальной реальности – часть аппаратно-программного комплекса. Это решение предназначено для управления. Это уже автоматизированная система управления технической готовностью с возможностью планировать ремонт. Ну а специалистов, которым и предстоит использовать инновации со стендов в деле, готовят в военном университете Минобороны. Среди его преподавателей немало уроженцев Чувашия. Для обучения курсантов здесь применяют авторские методики. Перед вами представлен медийный электронный справочник военнослужащего, участника российско-китайских военных учений, а также справочник, помогающий нашим воинам в Сирийской Арабской Республике выполнять свой служебный долг. Я хотел бы подчеркнуть, что лингвистический факультет нашего военного университета, он является единственным в нашей вузовской военной науке, где обучается более 500 военнослужащих по почти 64 языкам. Участие в столь масштабном форуме задел на перспективу. Для предпринимателей ключевая задача наладить взаимовыгодные контакты. Если сейчас госзаказы стабильны, то в ближайшие годы необходимо приступить и к диверсификации. Меры поддержки предусмотрели и в правительстве региона. То, что в 2025 году мы в отдельном весе почти 50% уже должны производить не товары оборонно-промышленного комплекса, а гражданскую продукцию или продукцию двойного назначения, на это тоже настраиваем. Вот выставка сама позволяет здесь, участвуя на разных совещаниях, круглых столах, представлять свои предложения и знать, владеть просто ситуацией. Для предприятий республики диверсификация реализуемая задача. Новые горизонты открывает и выставка в парке Патриот. Здесь каждый год подписывают многомиллионные контракты.